начинаем новую серию по постройке этого агрегата значит со сцеплением у нас были проблемы вот но редуктор понижающий мы не можем сюда установить так как он широкий и звезда у него будет где-то вот на этом месте естественно она нам не подходит поэтому пока решили так есть возможность правда еще купить такое же сцепление но на 10 зубе у нас на 12 стоит есть возможность на 10 ему станет тогда легче мы посмотрим но я сама сцепление разбирал но еще не притерлась буквально работает там у него рабочая поверхность буквально миллиметр 3 вот поэтому а должно быть сантиметр поэтому я думаю что когда сцепление притрется будет работать ну и сегодня мы начнем сегодня или в этой серии за день это не сделается мы будем делать облицовку красоту так сказать наводить у нас осталась а фара с нашего баджаж боксера ну и начнем внешку лепить из установки вот такой вот пар вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будем продолжать делать корпус Так, ребятки, закончил я, значит, корпус наш Бонусы доделывать Вот Здесь я сделал Отверстие, ну, для тросика Чтобы заходил, но и так же самое отверстие Для заправки Бака Проволоки у меня на все не хватило Пришлось докупать такую металлическую проволоку И, кстати, я скажу, что вот эта металлическая С ней намного проще работать, чем с оцинкованной проволокой Так как она мягче И ты ее согнул, и она больше держит форму А эта пружинит, постоянно пытается вернуться Да, ну и Я когда делал, я сначала одну сторону сделал А потом пытался повторить Со второй стороны То же самое, что я сделал с первой стороны То есть я пытался по этому контуру как-то гнуть проволоку Туда-сюда И пришел к выводу К тому, что все-таки Вот здесь я уже Вторую часть доделывал С этой проволоки мягкой То есть я Брал два прутика Сваривал их точками И гнул Сразу на две стороны И так, в принципе, лучше получилось Так же самое Вот крыло На заднее колесо я изготовил В общем Кто будет такой же самой ерундой заниматься То Проще сразу-сразу две сваривать Гнуть И потом отрезать друг от друга Чем Одну сторону Потом вторую Пытаться повторить Что-то делал Ну все В принципе Дальше Я снимаю Зачищу Позачищаю Швы Сварочные И будем обтягивать тканью Ну и начнем Обтягивать Нашу вещь Купил я Вот такую вот Сетку Она мне понравилась Так как она Очень хорошо И в одну И в вторую сторону Тянет Название Этой сетки Не знаю Ситка Стретч Так и называется Ну и Буду его клеить На вот такой вот Двухкомпонентный клей То бишь Наносится клей Потом Спрей Отвердевает От спрея Попробуем Как он будет Еще не знаю Ну начнем Сначала Конечно же Я обезжирю Клей Клей Таким и таким способом Все равно Как наносить В принципе Мне нравится А вот эту Наверное Излишки ткани Я не знаю Или буду я их Отрезать Или же Я их потом Когда пропитаю Эбоксид Такая Обрежу Продолжение следует... И Дырочка Для охлаждения Сцепления Центробежного Вернее Не дырочка А забор Воздуха Ну и Вот такие вот Детальки у нас Получились И сейчас Я это все Буду Пытаться Отвердеть Эпоксидной смолой Не эпоксидной смолой А полиэферной Смолой Да И Просела И еще Так достаточно Серьезно Просела Уже не знаю Что делать Ну Вариантов Нету Больше Будем дальше Мазать Поэт Коротко то что у меня получилось получилось у меня следующая сетка который я покупал на чем-то кстати да похоже на женские колодки вот ее тяжело пропитать я здесь наливал у меня к лужи везде я наливал по максимуму и все-таки из места вот например здесь хорошо видно здесь твердое а здесь голая сетка не пропитана я думал она все-таки как-то затвердеет вот здесь плохо пропитана ну не получается в общем ну в принципе как для начала основы такой способ пойдет ну а дальше буду уже налаживать стекломат высохла сетка и в общем что я вам хочу показать ткань которая сеточку я покупал которая хорошо тянется не годится для вещей так как если видно вот я вам большая здесь большая ткани пропитал эпоксидка она стала тяжелой и прогнулась в общем придется наваливать очень много много шпаклевки для того чтобы видна яма здесь тоже видите большая стекловолокнистая шпаклевка для того чтобы вывести красоту здесь также самого яма видно огромная яма просела вот ну и в итоге у меня должно будет после обработки свекловолокнистой шпаклевки получится вот это вот здесь приблизительно я наложил где-то килограмм шпаклевки может чуть чуть меньше придал уже форму крылу заднему это заднее крыло осталось только обычной шпаклевочкой подровнять это все и в принципе это готово поэтому будем замесивать и шпаклевать и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok